послание галатам святого апостола павла глава 1 павел апостол избранный не человеками и не через человека но иисусом христом и богом отцом воскресившим его из мертвых и все находящиеся со мной братья сарк вам галатийским благодать вам и мир от бога отца и господа нашего иисуса христа который отдал себя самого за грехи наши чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле бога и отца нашего ему слава во веки веков аминь удивляюсь что вы от призвавшего вас благодатью христовую так скоро переходите к новому благовествованию которое впрочем не иное а только есть люди смущающие вас и желающие превратить благовествование христова но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема у людей ли я ныне ищу благоволение или у бога людям ли угождать стараюсь если бы я и поныне угождал людям то не был бы рабом христовым возвещаю вам братья что евангелие которой я благовествовал не есть человеческое ибо и я принял его и научился не от человека но через откровение иисуса христа вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе что я жестоко гнал церковь божий и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий когда же бог избравший меня от утроби матери моей и призвавший благодатью своею благоволил открыть во мне сына своего чтобы я благовествовал его язычникам я не стал так даже советоваться с плотью и кровью и не пошел в иерусалим предшествовавшим мне апостолом а пошел в аравию и опять возвратился в дамаск потом спустя три года ходил я в иерусалим видеться с петром и пробыл у него дней 15 другого же из апостолов я не видел никого кроме иакова брата господня а в том что пишу вам перед богом не лгу после сего отошел я в страны сирии килики и царквам христовым в иудее лично я не был известен а только слышали они что гнавший их некогда ныне благовествует веру которую прежде истреблял и прославляли за меня бога галатом 2 глава потом через четырнадцать лет опять ходил я в иерусалим с варнавою взяв с собой эти то ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование проповедуемое мною язычником не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался но они эти то бывшего со мною хотя и елена не принуждали обрезаться а в кравшимся лже братьям скрытно приходившим подсмотреть за нашу и свободу которую мы имеем во христе иисусе чтобы поработить нас мы не на час не уступили не покорились дабы истина благовествования сохранилась у вас а в знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного бог не взирает на лицо человека и знаменитые не возложили на меня ничего более напротив того увидев что мне вверено благовестие для не обрезанных как петру для обрезанных ибо содействующий петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников и узнав о благодати данной мне иаков и кифа и иоанн почитаемые столпами подали мне и варнаве руку общения чтобы нам идти к язычникам а им к обрезанным только чтобы мы помнили нищих что и старался я исполнять в точности когда же петр пришел в антиохию то я лично противостал ему потому что он подвергался нареканию и водоприбытия некоторых от иакова я вместе с язычниками а когда те пришли стал таится и устраняться опасаясь обрезанных вместе с ним лицемерили прочие иудеи так что даже варнава был увлеченных лицемерием но когда я увидел что они не прямо поступают поистине евангельской то сказал петру при всех если ты будучи иудеем живешь по язычески они по и у nutrients то для чего язычников принуждает жить по иудейски мы по природе иудеи они из язычников грешники однако же узнав что человек оправдывается не делами закона только веру его иисуса христа и мы уверовали во христа иисуса чтобы оправдать симверу его христа они делами закона ибо делами закона не оправдается никакая плоть если же еще оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не отвергая благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам 3 глава. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покорять всей истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производят или через наставление в вере? Так, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, проведя, что Бог веру и оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно. «Потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которой есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу, ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал Оноя по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Галатам, 4 глава. Еще скажу. Наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы, вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовестовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнует по вас не чисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи немучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетований по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Галатам 5 глава. Итак, стойте в свободу, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять егу рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю – поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так, царствие Божие не наследует. Плот же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 6 глава. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни необрезания, а новая тварь, тем, которая поступает по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.